В пятницу можно неоднократно желать друг другу доброго и прекрасного утра и дня. Встречайте этот день вместе с нами, тем более, что у нас сегодня интересная тема. Помните, в самом начале недели мы вам рассказывали, что в микрорайоне Александровский, это северо-запад, Челябинская вышла лиса, ее видели многие жители. Так вот, интересно стало, а можно ли вообще подходить к этой лисе, что с ней делать, и опасна ли она для общества. Эти вопросы мы сегодня зададим нашей гости. На связи с нашей студией, доцент кафедры микробиологии, иммунологии и общей биологии Челябинского государственного университета Наиля Хайдаршина. Наиля Емельевна, доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Вот скажите, почему все-таки животные выходят в города, да, ну вот в этом году вроде и лето было хорошее. Как лиса-то оказалась у нас на северо-западе? Основная причина того, что животные выходят к жилищу человека, а человек для них является, представляет особую опасность, все-таки это голод. Когда животное начинает приобретать потребности еде, она преодолевает страх. Да, причем предрасполагающими факторами является и сам человек. Скажем, это вырубка лесов и освобождение от лесных угодий. Это теряет территории для животных, привычных для их обитания. Доступная еда в городе. Ведь открытые контейнеры, которые имеют внутри, собственно, свободную еду, это еще один провоцирующий фактор для животного. Есть и другие, достаточно большое количество причин, но одной из наиболее важных считается все-таки заболевание животных, опасное заболевание, это бешенство. Когда животное изменяет свое поведение, теряет страх встречи с человеком и идет, приближается к человеку, к жилищу человека. А вот сейчас вообще очень интересная информация прозвучала, потому что мы никогда об этом не знали и не думали, что, оказывается, изменение поведения животного – это уже признаки болезни и опасности. А вот в этом году, скажите, все-таки, ну вот лето же было теплое, хорошее. Почему… Разве еды не хватает в лесах? Не хватает разве, да. Бывают периоды, когда не хватает, причем был весенний период, когда мы находились во всеобщем карантине, улицы были освобождены от большого числа машин, наблюдалось небольшое количество людей на улицах. Это сформировало некоторую привычку животного к тому, что да, там не так опасно, как казалось бы, и эта привычка, она проявилась уже в летний период. Ну, то есть, скажите, в этом году действительно больше животных стало выходить в городское пространство? Нет, наверное, больше все-таки не стало, потому что периодически регистрируются случаи, когда животные выходят к человеку, причем не только у нас в городе, не только в нашем регионе, а это регистрируется и по всей России, и в Европе. И об опасных моментах давайте все-таки проговорим, стоит ли подходить к вот лисе, несмотря на то, что она красивая, да, и хочется ее как-то, может быть, где-то и потрогать. Что делать в этой ситуации? Конечно же, ни в коем случае этого делать нельзя, потому что наибольшую опасность, конечно, представляют животные, зараженные вирусом бешенства. Но помимо этих заболеваний, ведь эти животные переносят и массу других возбудителей, это и возбудители бруцеллеза, лептоспироза. И при контакте с таким животным, особенно при... ведь животное может становиться агрессивным внезапно, да, вначале ласково, да, но становиться агрессивным может в результате укуса попадать различные возбудители. Возбудители, причем при укусах, это при укусах хозяина, это развитие инфекционного процесса напрямую. Кроме того, возможен контакт лис с домашними животными, которые будут источником у животителя для их хозяев. То есть при появлении нежданного гостя нужно все-таки максимально и себя, и свое домашнее животное тоже обезопасить. Спасибо вам большое за этот разговор. Сегодня мы напомним, с нами на связи была Наиля Хайдаршина, доцент кафедры микробиологии, иммунологии и общей биологии Челябинского государственного университета. Будьте осторожны и не подходите, увидев лису или другого животного, который вышел к нам из леса. Ну а прямо сейчас мы вам представим нашу рубрику «Путешествие в квартире» и поговорим о поющих и танцующих фонтанах. Продолжение следует...